Шалом, дорогие друзья! Итак, ел ли апостол язычников свинину? И если ел, то причмокивал бы. Разумеется, однозначных ответов на эти вопросы мы, наверное, не узнаем, потому что узнать их нам попросту неоткуда. Все наши выкладки, полученные путем сопоставления тех или иных текстов и размышлений над ними, это лишь наши выкладки и не более. Но попытаться хотя бы как-то ответить, по-моему, не грешно, чем, собственно, мы тут и занимаемся. Если отвлечься от свинины и причмокивания, то вопрос о том, в чем именно Павел продолжал придерживаться фарисейского учения после того, как уверовал в Иешуа. В том, что какие-то положения фарисейства Шауль не оставил, сомнений нет. Ведь именно фарисеи верили, например, в воскресение мертвых. И именно фарисеи сочетали веру в божественное предопределение и с верой в свободу воли человека. В этих отношениях Шауль, безусловно, оставался верным фарисейству. Но насколько скрупулезно он продолжал соблюдать заповеди Торы, как писанные, так и устные традиции. Судя по словам самого Шауля, однозначно можно сказать одно, ну или не однозначно, а почти наверняка. Ревности по иудейской традиции в нем поубавилось. Такой вывод напрашивается из следующего текста. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью, опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. Смысл этого отрывка вот в чем. До откровения Шауль был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Что такое предание? У соответствующего греческого слова есть два значения. Первое – это передача или вручение, как когда вам вручают конверт, посылку. И второе – это учение, которое передано от человека человеку. В отрывке, который мы с вами прочитали, явный контраст между тем учением, ревнителем которого Шауль был раньше, и совершенно новым способом получения информации, с которым он столкнулся благодаря Яшуа. Откровение Божье Шаулю было таково, что он не пошел, после того, как его получил, к тем, кто мог бы по хорошо знакомой ему схеме передачи знаний от человека к человеку, от старших к младшим, рассказать ему все, что ему хотелось узнать о Яшуа. Вместо того, чтобы идти к апостолам, которые получили свое знание непосредственно от самого Яшуа во время его земной жизни, он пошел в Аравию, а потом обратно в Дамаск. Это не означает, что Павел перестал ценить традицию вообще, то есть предание. Он ценил его, и еще как. Во-первых, вы можете прочитать несколько следующих текстов из его посланий, в которых он использует слова «предание» или «передать». Обратите внимание, что он говорит как о письменном предании, так и об устном. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим, то есть словом устным, очевидно, если послание – это то, что написано. «Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас». Это вот лишь три примера. Во-вторых, почти все серьезные библеисты единодушны во мнении о том, что в посланиях Шауля неоднократно встречаются тексты, которые он не сочинил сам, а использовал как готовые цитаты. Причем цитаты не только греческих философов и поэтов, как, например, в 17 главе «Деяний», когда он цитирует греческих поэтов, сказавших «мы его и род о Боге», а и ранних верующих в Ишуа, которые составили те или иные литургические формулировки. Примеры таких формулировок, то есть стандартных молитв, провозглашений или гимнов, использовавшихся ранними верующими еще до уверования Шауля – это Филиппийцам 2 глава, с 6 по 11 стихи, и Галатам 3 глава, стихи 27 и 28. Мы сейчас не будем их разбирать подробно, но я привожу их просто как пример того, что Шауль берег традицию, которая существовала уже до него, и передавал ее дальше. Однако свою прежнюю ревность по отеческим преданиям он теперь считает, как мы слышали, неумеренной. И тут опять-таки нужно подчеркнуть, он не обесценивает ни предание вообще как таковое, ни иудейское предание в частности. И поэтому, когда он в Риме говорит, что не сделал ничего против народа или отеческих обычаев, у нас нет никаких оснований подозревать его в том, что он покривил душой. Ведь одно дело стать более умеренным, то есть менее ревностным приверженцем традиции, а другое дело отвернуть ее напрочь. Конечно, многим протестантам, в том числе мессианским, очень хотелось бы записать Шауля в свой лагерь под названием Соло-скриптура, лагерь, в котором типа нет вообще никакой традиции, а есть один лишь голый текст Библии. Но, увы, не выйдет. Во-первых, сама Библия, как мы сейчас с вами видели, не клеймит традицию как таковую, а если от чего и предостерегает в этом плане, так только от замещения заповедей божьих человеческими заповедями, человеческой традицией. А во-вторых, традиции есть у всех сообществ, живущих дольше одного поколения. Нормальные родители передают детям свое мировоззрение и ценности, и в духовной жизни то же самое. Если ты считаешь, что у тебя есть что-то ценное, то ты передаешь это дальше, а процесс передачи это и есть традиция, как мы договорились. Итак, Павел пересмотрел свое отношение к иудейской традиции, он стал менее ревностен в ее соблюдении. Но соблюдал ли он закон в принципе? В том, что он стремился не нарушать этические заповеди Торы, сомнений быть не может. В своих посланиях он неоднократно предостерегает от идеи, будто жизнь под благодатью, а не под законом, или жизнь в свободе Духа Святого означает вседозволенность и попустительство страстям и греховным привычкам. Так что насчет этого вопрос снимается. И остается лишь вопрос о ритуальной части Торы, о жертвоприношениях, праздниках, чистой и нечистой пищи и тому подобном. Этот вопрос тоже снимается, хотя и лишь отчасти, в 21 главе книги «Деяний апостолов». Там мы читаем следующее. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас», — пишет Лука о себе и своих спутниках. На другой день Павел пришел с нами к Якову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты, всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». Итак, что же? Верно соберется народ. Ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. «Взяв их, очисти с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дни очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Почему у Павла в Иерусалиме была плохая репутация, неизвестно. Откуда взялась такая идея, что Павел призывал иудеев в диаспоры не обрезывать детей и не соблюдать иудейские традиции, этого мы никогда не узнаем. Можно лишь предположить, что возникла, например, самая обычная путаница. То есть у веровавших из язычников Павел действительно призывал не обрезываться, то есть не обращаться в иудаизм. Об этом, например, все послание его к галактицким общинам написано. Однако иудеям он никогда ничего такого не проповедовал. Наоборот, он писал, что обрезанные, которые Господь призвал следовать за собой, не должны удалять обрезание. Но нашлись, наверное, люди добрые, так сказать, которые считали, что всех надо стричь под одну гребенку, и что Павел, конечно же, именно это и делал. И они запустили, таким образом, возможно, это лишь предположение подчеркиваю, запустили слух о том, что он никакого различия между иудеями и язычниками вообще не проводил в своей проповеди. А так или иначе, верно это предположение или нет, мы не знаем, но так или иначе руководство Иерусалимской общины во главе с Яковом, братом Ишо, предложило Павлу опровергнуть эти слухи. Каким же образом? Совершить ритуальное очищение в храме самому и оплатить издержки за это очищение для еще нескольких человек, четырех. И тем самым этим поступком убедительно доказать всем иудейским ученикам Ишо, что он, Павел, продолжает соблюдать заповеди Туры. И, соответственно, не может учить других не соблюдать их, что ему инкриминировалось. У Павла, конечно же, был выбор согласиться или отказаться. И он не отказывается, а соглашается. Тем самым он посылает иудеям, верующим в Ишо и неверующим, однозначное послание «Я иудей, и моя вера ни в коей мере не повлияла на мое обязательство, как иудея, жить по заповедям Торы Моисеева». Если вы вдумчиво прочитали этот отрывок, то у вас, возможно, возник такой вопрос. А почему вообще Павел связывался с храмовыми жертвоприношениями после смерти и воскресения Мессии Ишо? Ведь смерть Ишо была последней жертвой, которую Бог потребовал, и его кровь – это единственное, что очищает человека. Так зачем же Павел выполнил просьбу Якова и пресвитеров? Неужели он пошел на компромисс в таком важном вопросе? Я не думаю, что Павел проявил какой-то недопустимый компромисс здесь. Скорее, жертвоприношение, которое он совершал, имело другой смысл, никак не противоречивший жертве Ишо на Голгофе. Но это немного другая тема, хотя и очень интересная. Однако вернемся к сути этого эпизода. Суть не в типе жертвоприношения, а в смысле поступка Павла, в его посыле. Так что же, получается, что Павел продолжал действительно соблюдать закон во всей его полноте после своей встречи с Ишо? Именно эту мысль его поступок, по-видимому, должен был внушить иудейским ученикам Ишо. Мысль о том, что в своей миссионерской деятельности среди неевреев Павел не переходит красную черту, что при всем либерализме в отношении закона, которым пропитана его проповедь неевреем, сам он остается иудеем и не внушает этот либерализм другим иудеям. Другими словами, что несмотря на все заявления о том, что уже нет ни иудея, ни эллина, который Павел делает в своих проповедях, он на самом-то деле по-прежнему хорошо понимает разницу между теми и другими и не устраивает в этом вопросе никакой путаницы, которая, конечно же, была бы совершенно недопустима для иудеев. Еще одна мысль, которую Лука, возможно, хотел внушить нам с вами этой историей, точнее, конечно, не нам с вами, а достопочтенному теофилу, которому он вообще-то написал свою книгу, это мысль о единстве Павла с руководством Иерусалимской общины. Возможно, даже о готовности Павла подчиняться до известной степени Якову, ее руководителю, за которым было последнее слово на Иерусалимском соборе, если вы помните, соборе, описанном в 15 главе книги Деяний. И здесь еще одно отличие между двумя образами Павла, которые мы видим в Новом Завете. В посланиях, особенно в Галатам, Павел подчеркивает свою независимость от иерусалимских апостолов и тот факт, что свое призвание и послание он получил непосредственно от Бога, без участия каких бы то ни было посредников людей. А в Деяниях мы видим, что Павел без каких бы то ни было пререканий выполняет просьбу Якова, тем самым признавая его авторитет, что особенно интересно, поскольку Яков не был одним из 12 апостолов, а был братом Ишуа по плоти. В заключении я подчеркну одну вещь. Павел подчиняется Якову, находясь в Иерусалиме. Иудеям, верующим в Ишуа, он дает там понять, что продолжает соблюдать закон, находясь среди них. А как он вел себя среди неевреев? Может быть, там он позволял себе то, что в Иерусалиме ему бы не простили? Об этом в следующей заключительной программе. Спасибо. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok